Оставляем это здание. Пойдем искать ступеньки. Очень колоритно здесь у нас. Ух ты! Вот это да! На таких стенах часто камбоджийские истории Камбоджи потом писали, когда люди приходили. Да, ну вот видно какое это качество. Видны стыки, видны грани. Когда никакой штукатурки нет, то и грани ровные. А когда пытались наносить где-то штукатурку, ну или на открытой конечно, на открытой местности, если это не стоит, то у нас всегда уже начинается рыхлая поверхность, ее нарочно сбивали под. Ну люди много, кто что. Леша, ты говоришь, что ступени у нас заваленных, да? Это ступени, это нормально, со ступенями. Единственное, не освещают, что есть отсутствие ступени, хотя все сделано так, как будто бы они должны быть. И там то, что, 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 то, что, то, что. Загадочную. А что тут делает блок из песенок? Ну, приволокли, докинули. Приволокли, докинули. Значит, все-таки что-то реставрировали, если блок из бетона здесь. Это не бетон. Как это не бетон? А что это? Ну, это что-то совсем старые. Ну, очень старые. Ну, не песчаник, ни разу. Ну, не песчаник. Ну, это старый, это не тот, который здесь у них. Ладно, увидим еще один, тогда будем думать. А пока я тебе хочу... Маленький блок предволочитый, это не большого ума дело. А вот это. А я тебе что сказал? Круглому отверстию... Она-то откуда была. Да, так у нас квадратному Йони, квадратный куб... Давай все-таки называть пьедесталом. Квадратному пьедесталу у нас... Нет, я про квадратный говорю. Давай измерим. Да он... Ну, вот давай, конечно, ручная, это у меня рулетка... Да, Леша, это оно, оно тот же самый принцип. Принцип понятно. Я тебе сразу сказал, что я тебе... Тебе докажу, что это тот же принцип Йони. Если оно выглядит как Йони, пахнет как Йони... И... Давай так, Йони совершенно четко. Давай диаметр. Любой. С какого-нибудь. Это означение женского полового органа, а это все-таки пьедестал. Ты сейчас пустой английской терминологией пользуешься в нашей научной дискуссии. Неправильно. Пятьдесят пять. Пятьдесят шесть условно. Пятьдесят пять. Да он совпадет. И он будет по тому же принципу. Но у нас в квадрате все квадратное, кубическое. Отверстие круглой формы. Чуть здесь можно отойдите со свет, пожалуйста. Потому что не очень хорошо видно, вот. А там все круглое было, и оно в кругом, да. И это слишком много совпадений, когда с такое количество совпадений... А вот за тобой еще круглая штука стоит, вон. Нет, вот прямо перед тобой. Вот она. Вот чего-то. Не знаю. Смотри. С этой стороны. А она сколота, она и есть. Это сколота. Вот он. Вот он. Слушай, зачем столько креплений? Ну, дурость. Как будто бы она крутилась, понимаешь. Как будто бы она... Ну, такое обычно бывает в движущихся частях. Ну, у нас в квадратах тот же самый принцип, только они квадратные. Квадраты тоже, кстати, да. В квадратах... Мы говорим сейчас о принципе центральный элемент. У нас базовый квадрат, здесь базовый круг. И вот, пожалуйста, тебе опять одна балясина. Высверлили... Извини, пожалуйста, Леша, они еще хорошо высверлены, они гладенькие. Я говорю, там идеально все. Там просто все идеально. А ты посмотри на структуру материала. Ты сказал, там бетон. Ты... Это структура материала. Это как тот блок. Я тебе говорю, тот не бетон, какой-то другой. Это песчаник. Какой-то другой. Такой песчаник. Вот он с креплениями. И тот блок не бетонный, а какой-то вот... Какой-то особый еще песчаник. Интересно. Да. Смотри, опять балясина. Здесь сделано. А здесь не закончено. Наружное ничего не закончено. И ее не переставляли, вон она в эрозии все. Это очень... А, нет, вот тут был все-таки, видишь, орнамент. Не, наверное, сточился до такой степени. Думаешь, от ноль сошел? Может быть. Ну, ладно. Ну, Леш, а тут как? Нет, ну посмотри, ну мы все равно... Не, ну тут-то вот... Тут сточился, а тут-то не сточился. А тут не сточился. Нет, 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 он отсутствует. Ну, действительно, недоделка как обычно. Посмотри еще внутри. Зайди внутрь. На крышу посмотри. Ну и какая стилизация под кирпич. Внутри? Да. Забавно. Ладно, кирпич стилизуется под что-то, но когда камень стилизует под тот же принцип. Да. Ты знаешь, это на самом деле не кирпич, это ступенчатость, они просто показать хотели. Ступенчатость, но она просто в кирпичных-то башнях как раз по колокам и выглядит. Но она и в каменных так же выглядит. В каменных они не делают. Просто оно маленькое, но там же тоже выступы блоки. То есть просто... Ну да, но здесь видишь, они специально еще и ребра не украсили. А потому что маленькая комната. Если бы она была большая, они бы ее подделили. А вот видишь, смотри, вот корень. Вот, пожалуйста, корень. Да, внутрь вот он пустил. Я и подумал, что может быть таким образом и были эти башни разрушены. Просто от стволов ничего не осталось. Уже не осталось. Уже все рассыпалось и они сгнили, утеряли. Здесь тоже какой-то механизм за дверью. Верной. Верной, да. Вот наверху уже и здесь. Ну, на самом деле эти двери, в моем мнении, что их позднее вставляли. Позднее, конечно. Тут изначально они у нас не предполагаются конструкцией. Ну и эти вареньки они всегда довольно грубые. Слушай, впечатляет особо, потому что... Подожди, сколько ты сказал, 55? 56, да, условно, да. Ну, не важно. Нет, стопроцентно. Да пойдем, сходим, прогуляемся. Мы же пройдем такими. Рядом еще какая-то кирпичная была башня. Я не понимаю, что у нас здесь. Она уж совсем подрассыпалась. Ну вот, кусок-то. Вот эта входная группа, она-то... Ну, брали... Бронолитов. Брали от чего-то. Это уже старое, да. Брали и перестраивали. А вот засыпь, лежит. Откуда он возьмется здесь? Откуда он взялся? Мы поднимались с тобой не знаю сколько. Да, да, да. Засыпь. Четкий засыпь прямо на горе. Засыпь на горе. Вот она, спрессованная масса. Получается, это все падало с неба все-таки. Да? Ну, мы в который раз встречаем засыпанную гору. Нет, мы вообще ничего не утверждаем. Мы просто видим. Мы констатируем. Мы вот обнаружим, засыпь есть, на высоте есть. Там, где нормально пройти нельзя. Высота вот... Да, даже не передать. Надо передать, потому что деревья везде растут. Ну, мы очень долго, изнурительно, вы сюда будете подниматься. Да, если вы сюда задумаете подниматься, то готовьтесь к худшему. Лучше с утра это делать. Сильно с утра. Конечно, красиво смотрят. Вот эти разрушители деревья. Они сейчас зацвели. И они просто используют, как пьедесталы уже сами сооружения. Здесь, здесь, здесь хорошее, хорошее качество. Очень хорошее. Блоки мощные. Там какие здоровые блоки. Так, да я, оно совпадет. Я даже не сомневаюсь. Да, я даже не сомневаюсь. Принцип, принцип тот же. Хотя, оно знаешь, где было? Оно внутри было, Леша. Наверное. Вот отсюда. Оно попадет вовнутрь. А мы не сможем ее измерить. А, диаметр только. Нет, оно не там, оно здесь. Это низ. А оно сюда вставлялось. Да, там же у тебя нет, посмотри. Тут же у тебя нет такого. Тут маленькое отверстие. Тут отверстие. Тут отверстие. Да. Оно вставлялось вниз. Оно вставлялось под. Но мы сейчас примерно диаметр, диаметр соберем с тобой. Вот он. Мы соберем с тобой примерно диаметр. Держи тут конец. А я тут. Не, не, не. Вот ты прям еще ниже, ниже, ниже. Вот так, да? С 30, 55, 56. Ну, конечно, тут 60 есть. Вот видишь, 60. А, подожди, стоп. Вот так, вот так давай. Ну да, но он треснул. Давай еще раз. Так, где у меня тут? Вот. Ну, сейчас вот 61 здесь. 60, то есть. Ну, вот тут 60. Ну, вот примерно. Ну, с учетом погрешности оно совпадает по размеру. 60 это у нас оно растрескалось. Смещены друг относительно друг. Конечно. Оно растрескалось, разошлось, оно попадает сюда. Но получается, что это супер крутое. Стояло внутри. Оно же обработки прекрасной. Вставлялось туда и в таком количестве всего. А круг, Леша, знаешь, что мы сделаем? Мы не измерили внешний круг. Он теоретически должен совпасть вот с этим. Там внутренний круг же еще есть. Давай измерим, придется еще раз туда идти назад. Давай. Вот этот внутренний круг, да. А как мы вот здесь? Вот тут придержи. Ну, примерно. Ну, давай вот вверх-вниз. Примерно. Мы все равно... Ну, мы примерно прикинем с тобой, что у нас сколько? Ну, то есть около тридцати. Ну, двадцать девять, тридцать. Ну, двадцать девять, тридцать. Мы в грелах пяти сантиметров тут погрешность. Брешон же расколот. А подожди. А снаружи есть, Леша. Вот где мы измерим. Вот где мы измерим. Так. Вот здесь можно. Вот здесь мы его измерим. Он у нас должен совпасть. Давай. Отлично. Да. Так, стой. Так. Вот так. Тридцать. Тоже самое? Примерно тридцать. Да. Там было тридцать. Да. Ну, примерно тридцатник. И у нас тогда он совпадет. Напомню, друзья. Мы соотносим, как у нас работает вот это соотносим. Как оно работает, мы конечно не знаем. Но как он тот же сейчас совпадет. Оно видно, что оно только одну на ту сторону перетащили. Это уже перетащили. Ну, как оно может улететь? Маленькую часть. Большая, брошенная. Что? Ну, вообще, если честно, это музейный экспонат. Музейный экспонат. Абсолютно музейный экспонат. Это, во-первых, я не думаю, что они частые. Если бы они были частые, мы уже все равно, ты бы где-то ассоциативно увидел. Да. Смотрим. Кремль раз, Кремль два. Что? Кремль. А, ну башенки-то? Башни Кремль, да. Башни Кремль, да. Башни. 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 Башни Кремль. 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 конечно мы тут нет но один погрешность это все мелочи до этого они до совпадут они до совпадут они но это же один в одного поле ягоды это куски одного 53 50 54 мы сейчас мере просто вот коротким сюда не попрешь все оборудование за такая тяжелая сейчас рулетка чуть-чуть тут 55 тут будет 54 но все равно совпадет в диаметре она одна часть вот они обломили и она соотнесена эта часть соотнесена этот артефакт с тем вопрос в том что он находился под и ты уже этот пьедестал не поднимешь и заметь там никаких ответок вот для этих дырок там не было тогда зачем они нужны то есть знаешь как официально я встретил версию что это действительно укладывали кубы под йони и в них укладывали драгоценные камни и зерна как подношение то есть разово при закладке туда закладывали да в том-то и дело сложность этой конструкции просто не проще но это сложнейшая штука и и получается там насквозь камень круглые отверстия пропилили здесь его сделали сочетать это все вот это вся вот эта втулка большая и она сейчас куда он куда-то уходила совпасть ты должен этот и и они водрузить на нее ну ну мы будем надеяться будем надеяться что этот артефакт займет достойное место в музее когда они вряд ли попадет музей вилку видел какой маленький нет но это редкая штука эта штука очень редкая как минимум надо собрать из тех кусков то есть так нельзя ну при он же он же страдает от времени но я с болью большой тоже а у него качество шикарная потому что он внутри был не он внутри был за счет обработки он внутри был долгое время его выкинули сравнительно недавно оттуда поэтому только поэтому он у нас хорошем качестве он все равно во первых он уже расколот из он уже утрачен здесь уже расколото каждом храме видим какие удивительно удивительно собирать у них есть типичная есть типичная во двор поставьте музея хотя бы что-то территория большая вот такую штуку ее нужно выставить да и и конечно просто показывать вот как ребята с помощью зубила и молотка в десятом веке могли изготавливать вот такие шедевры это надо показывать она вот вот в том-то и дело вот вот в этой вот в этой упрется лёша что как они могли изготавливать изготавливать такое как и зачем у них будут только исключительно опять ритуальные объяснения что все это общее такое религиозное помешательство что все делалось ради ну вот ради поклонения вот этого то есть вот это все сгородить сюда я не представляю как мы туда сюда подняться то устанешь здесь пилили но у нас лотерит с известняком лотерит с известняком как минимум вместе они не будут так у тебя лежать я рад потому что ух ты а я думаю как я хорошо прозвучал еще и закрепила задел там еще второе окошечко решение вообще выиграли натуральный с этой стороны от конструкции то есть каждое техническое решение для каждой конструкции объекта это конечно при тогда как-то будешь упираться в проекты то есть это индивидуальные проекты индивидуальные решения они правда индивидуально что грунт ландшафт он очень индивидуальность каждый блок отличается от сосед от соседского нет ну лёша ты говоришь принести лотерит принеси вот это это кусочек только откололся принеси вот это вот вот 400 килограммов от 500 призволаки их тут а тут этих блоков тут погонный метр тонны 4 будет да так слоны в такой город не поднимаются помощи лебедки можно построить такие механизмы даже из бамбука чтобы погиб ну если бы мы разовый объект имели единичные разовый я вот разовый объект я не восприниму мы воспринимаем системе в системе это горы просто на каждой горе платформы и либо они найдены либо они не найден разница только в этом это что гильза гильза до 3 макс к и большая гильза нашли отчета прям серьезного ну вот к сожалению к великому а вот смотрите дерево проникла корнем и начинает отделять сразу весь у нас угол не над пусть она памятно стоит здесь она наверняка принесла столько вреда на ней тяжелая энергетика засыпь ребята засыпь опять но с одной стороны кирпич кирпичики вот эти посыпались с одной стороны все равно все равно это мы не можем это тысячи лет стоит ну минимум ну да 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 как официально говорится они на клею каком-то фантастическом то есть он тоненький они не как римляне накидывали для экономии кирпича но это все равно у нас контроление контраст надо это тоже не надо пренебрежительно относиться тоже извините меня но я я я я все равно вас дал то есть есть возможность есть прям сверх возможности но делать делать качественно абсолютно все ведь на самом деле они лишь в прекрасной сохранности но что такое для такого для заброшенных объектов которые не ухаживали многое время которые вообще тут вот продуваемые здесь ветра на минуточку здесь не только и точнее в низине мы дожди и здесь ну ливни и в низине но ветра здесь больше потому что они открыты всем ветрам и они в качестве великолепно сохранность у них на самом деле все три основания стоят целый две сохранились такие полу башню хотя бы не полу башню вот замыкающие скажем так как уже здорово все три прохода а у нас сквозные проходы получается до восток и запад лестница но вот они обращены вот они восточный ой я не подошел вот к тому барельефу на нем я вижу на нем я вижу барельеф и на нем я вижу декор потому что он упал надо сравнить а вот статуи лёш украли статуи украли а вот они львы вот они сбитые значит сломались а вот эти барельеф то вот это подсобрали вот это собрали макс смотри ну прям знаешь в альбеке такие же рисунки орнаменты то есть вот мне вообще так напоминает я вот как глянул думаю господи прям в альбекской то что там крупная и вот они именно вот такие вот розетки листьев и бутоны не протягивать ближним востоком и камбоджи а ну а пирамид ступенчатые построить а то главное блок прошел высокий макс там стена полигональная потрясающе обратив внимание обязательно что я уже ее заснял показал в предыдущем видео да ну тут у розе к сожалению такого но тонкие тонкие тонкая работа была просто это как время пожирающие ну да да вот зубы да но он перевернут вот этот элемент же у нас вверх он упал вот он снизу ухты ой какое чудо здесь вот так продуваем а посижу здесь сяду посижу ты посмотри здесь тоже самое на колоннах декор только с краешку а до закончить еще не закончили у нас незаконченность тема вот пойми вот есть грубые следы которыми поймешь сбивали выра вот тут ровно вот это не должны были сбить новые одни уже не выровняли кто-то сделал декор это уже просто не могли не закончено было что-то здесь по-другому как-то приходят люди они начинают уже своими методами достраивать но достраивать они просто изначально и вот здесь предыдущие ступени и стыковки все у них 45 градусов все это образцово да гладко просто вот последние не закончен но по какой-то причине было не закончено здесь то вот ее завершили и здесь никакого зубила ты не увидишь она только вот где-то по верху по сбивали здесь все прекрасно а с той стороны что помешало завершить не хватило не хватило ну да то есть произошло что-то в социальной и природной или одновременно или или и то и другое красота напоминает друзья вы найти в канале забытые руины вот со мной алексей и youtube канал мир на блюдечке у нас еще есть каналов telegram где мы выкладываем больше то есть я например telegram и у лёши я смотрю больше и фотографии в тем нельзя разместить какие-то вещи на ютюбе это просто неудобно в telegram мы делаем и с нами еще конечно макс который часто увидели его на забытых руинах максу с башенками ты твоими любимыми так они тебя вдохновляли башни эти но подойди поближе чуть из несложность хочешь сказать мнение радость спокойствие вот такой вот высочайшей степени пиетет перед создателями вот этих вот колоссальных построек опять маленькие внутренние пространства колоссальные циклопические конструкции огромные полигональные стены как-то как здание сложенный методом тетриса абсолютно отличаются друг от друга каждый блок индивидуальный решение индивидуальное решение индивидуальное стоящие здесь тысячи лет и мы вот здесь присутствуем мы здесь считаете втроем больше никого здесь нет это настолько вот нет духоподъемное место ну здесь живут место духоподъемное хорошую очень слово потому что когда туристами мы встречаем забитые вот эти вот забытые не забытые а забитые туристами руины караша как гораздо забитые туристами корешно гораздо слаще краше ну как-то релакс какой-то и на философии тебя тут все время тянет но у меня мысли все на неутешительные то есть это все создано и это все рухнуло и это доделать не успели и кто и мы ничёшеньки об этом не понимаем то есть мы до сих пор лёша сколько видел да и до сих пор продолжаешь изумляться потому что тот открывается с той стороны тот находится тот находится тот находится и опять как откуда что давай начнем с того что мохендра парвату вот ту самую самую долину первую столицу империи ее же нашли фактически только вот в начале десятых годов в конце вот 20 нулевых годов до 21 века вот и потом отсканировали с помощью лидара они делили границы и так далее да то есть это вообще недавняя история совсем недавно если предполагали где искать и вот открывать я к тому что камбоджа еще не сказала свое последний фильм еще скажет я понял почему этот блок не я понял почему этот блок не доделан а здесь вот это и вот эта часть и к ним что-то примыкала декор здесь выбран а это выделенной некорирована здесь еще был блок это потом переделка проходила он гладкий он сейчас примыкался вот туда к этому блоку вот здесь даже декор под него не выделяли блок проходил и блок следующий где-то вот тут он вот тут он выделен а здесь например vision и даже асимметричные не выделено и здесь тоже самое поэтому эти блоки грубые люди это все начинает трансформировать под себя и разумеется им приходится этот блок по-другому они его просто срубили лёша они его отломили они срубили блок под порог сейчас я уберу не тот же самое то тут нарисовали да а у нас такой а так то под и тогда почему нет такой вот это люди могли дорисовать здесь у нас нет самого не повторяй не повторяется декора здесь блок да здесь блок продолжался здесь на нем было оформлено подобное вот этот уголок на нем уже находился и потом был еще какой-то но здесь танисов они и медва по форме то они разные сны в разрезе вот так в разрезе потому что он где-то дальше не дошел немного я думаю что или отсекать система научимся гадать тут еще гадать но можно объяснить да здесь не доделать недоделки переделках как везде в древнем мире у нас недострой который накладывается на перестрой мне так это переделывали или не доделывали я говорю это переделывали то что не доделали вот мы встречаем вот она здесь оформлена тут еще нет здесь сбоку декор начинается вот здесь его пытались проводить здесь уже не оформили ох ты так еще раз место это но бог но бог я честно его рекомендую вот вот ну я к тому что если кто-то скажет конечно тут уже физическая подготовка потому что подниматься высоко но лишь мы его честно рекомендуем вот положа руку на сердце человек получит очень много впечатлений меня смущает видишь вот это вообще вся ровная стена как будто колонну под нее вот тут совсем другое было и колонну под нее уже встроили вставили когда на каком этапе я правда не представляю на самом деле как это можно так но она входит входит сунуть йода то есть она как-то же над под закреплена но она вещь в одни даже в срубили в глубину то есть поднял даже вырубили блок шоу а под нее даже вырубаю да а блок вот они тоже следы и группа прошла вырубает это вырубка уже идет они что-то переделывали входная группа вот эта вся дверь это все было пристроено в моей мне кажется он вообще без двери соединялся вот это резкий резкая обрезь уходит туда на вообще без двери соединялся лёш так и ступени из блока выдолблены это же один блок у нас ну колонны тоже хорошей обработки инструментарий мог остаться то есть мы же не говорим на каком этапе принято было решение мы не знаем технически это но вот все это просто ровненько и вот так говорит на том что тут еще я думаю что тут еще что-то стояло вот тут вообще еще блок до сих пор мне кажется какие цветы мы бы ну переделка переделка вот она просится но слишком вот так взяли вот как хоп оборвали здесь весь декор также не обрывали его он же всегда замыкает куда-то уходит у нас он тут везде тут в целом но тут выстрел и вот он плавно течет 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 все углы а у нас основной вход то же самое сделан но основной вход та же самая ерунда на самом деле только тут кого нет так пойдем с теми они были 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 пойдем с теми как просто выкинули с теми колоннами сравним так 20 я имею вот вот с этими допустим контроль на что называется вот у нас но тут то же самое они опять до выдал блин а выдал бливают они выдал бливают ее и тут пришлось колонну рубить и срубать чуть уголок вставлять ее пока здесь пристыковка было чего-то я говорю тут как тут да почему потому на гладкий что он пристыкован был но иначе просто декор резкого взяли оборвали вообще ничего не нанесли тогда вопрос сколько дверей было и были ли они вообще до расколот и так это ясное дело здесь мне как я видел видел какую я заходил сюда да ты еще ну знаешь меня что смутило тут есть это не трещина есть линия линия но она как будто приклеена ты понимаешь она как будто приклеена к ней она ровная абсолютно так а ну и я ну это же нету прям вот это же не трещина это два разных куска вот видно что это 2 до дожди вот здесь она совпадает а вот тут нет ну вот он по диагонали прошел немного под наклоном и дальше идет линия это не трещина а слишком ровная для трещины вот это меня прям смутило где он потому что вот тут вот например тоже же вот это же выборка под него где-то квадратный куб валяется под ним вынули его может и здесь а под ним не было его посмотри предистал говорит что тут ничего не вырезано а там шикарно внутренняя часть выбрана вот ну конечно вот она вот она верхушка а вот она верхушка а там чё лишь смотри тут тоже линии ну вот может прав все-таки трещины кто склеил не знаю ну строках странно очень как будто они их склеивали а потом уже но код склеены и он и он и лезет вот тут ровно и опять грани к ней как ну как ты камни тоскали и причем так идеально потому что потом приклеили что до сих пор не развалилась подожди уже не готовы и вообще не доделали нет а мне кажется то что-то сбита посмотрел он выступ был аккуратный а он гладкий нет выступил у вас него сбили а мне кажется его срубили не так вот он выступал его срубили его он выступал из цельного блока а его срубили есть такие да 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 сразу установлены и вот и такой конус все в нем было срубили нашу елочку под самый корешок очень интересный говорят вот как ты это знаешь никак не знаешь и заранее нельзя прочитать ты уверен нигде про это не написано что был срубили и так далее тот мы ходим глазами смотрим и начинаешь рассуждать но это все но не снимает вопроса как приклеивали как можно склеить да вот он как можно вот склеить эту линию то это очень не представим наше время легко но мы сегодня да ну ну легко же технологии но я не уверен что наши могут повторить целый сам все бог искусственного камня он хрупкий очень то есть мы искусственно и делаем не такие большие сооружения цельные никто не говорит что тогда они не делали это искусственно мы не знаем потому что но и они а всегда особого качества то есть они какие-то просто вот даже для песчаника бросаются в глаза урошу так вот расследование провели это вот это вот архитектурное расследование называется да мы очень много выявили всего макс объект и предельно интересны для альтернативных исследователей и просто вот вот и и даже просто для души я хотел еще сказать да у меня как всегда на таких объектах на лирике что конечно очень хочется чтобы этот объект простоял еще тысячу лет тысячи лет чтобы наши потомки возможно посетили этот объект и поняли всю ценность и важность как отдельного человека так так и всего человечества и цель всего человечества в целом цель своего человечества испугать древнюю архитектуру это и от в это примере вот конкретно те показывают к сожалению это все грустно звучит вашу пинеско сюда про это никогда не попала юнеско сюда мы не должны допустить сюда юнеско чтобы спустя тысячи лет кто-то ходил по возможно другой вид ходил по нашим объектам или продавал и догадывался кто зачем почему и как все построил наших объектов будет крайне мало как они не будут никогда такими красивыми одни очень не не будут рассуждать они может быть подземные части какие-то еще останутся хотя мы много ли подземных их частей знает да немного они все засыпаны или закрыты так ну что пойдемте молодые люди пойдемте пойдемте вот эти вот